Путь к рождению ребенка долгий и кропотливый. Обследование, витамины, консультации – все это для того, чтобы зачать, выносить и родить здорового малыша. Но многие пары сталкиваются с проблемами посерьезней – бесплодие. Что это за болезнь, как ее избежать и возможно ли вылечить? Бесплодие. Неспособность пары в детородном возрасте зачать ребенка при регулярной половой жизни. Встречается у 15% пар. Это статистика мировая. В Приднестровье ситуация не лучше. С диагнозом бесплодие обращаются более 300 пар ежегодно. Из них впервые обращаются около 170. Специалисты говорят, это лишь верхушка айсберга. Многие семьи даже не подозревают о том, что у них может быть страшный диагноз. Несколько лет не могут зачать ребенка, при этом даже не обращаются к специалистам. Чем мы моложе, тем проще будет устранить те незначительные или достаточно веские причины, которые привели к бесплодию. Например, после 30 лет практически вдвое снижается способность к зачатию у женщин. К 35 лет и до 40 практически снижается до 10-15%. Поэтому своевременное обращение позволит у нас иметь самый ценный резерв – время. Бесплодием страдают не только женщины. По статистике у мужчин встречается в 15% случаев. Причин мужского бесплодия также в комплексе может много. Это экстрагенитальные заболевания, то есть болезнь других органов и систем, которые отягощают общее здоровье, общее соматическое здоровье органов и систем. Это могут быть перенесенные в детстве воспалительные заболевания. Даже такое всем известное заболевание, как паратит инфекционный, он может давать осложнения, которые могут привести впоследствии к мужскому бесплодию. А еще лекарства, которые влияют на состав спермы. Причем после отмены и реабилитации, как правило, все восстанавливается. В списке причин лишний вес, сахарный диабет, курение, алкоголь. Доказано, практически все формы мужского бесплодия поддаются лечению. А вот у женщин самая распространенная причина – это нарушение овуляции, то есть созревание клетки в яичнике. Около 80% всего диагностированного бесплодия поддаются лечению. Вовремя диагностированный процесс, включая стимуляцию овуляции, если это нарушение овуляции, восстановление проходимости маточных труб, лечения инфекционных заболеваний, инфекций, передающихся половых путем, восстановление двухфазности и правильной работы женского организма и самого цикла женского, приводит к тому, что очень часто мы достигаем желанной беременности. Врачи советуют, если год не получается зачать ребенка, обратитесь к специалистам. Важно вовремя понять, в чем причина, и начать лечение. Статистика доказывает, проблема бесплодия растет. Только за последние пять лет показатель увеличился на 50%. Причин много – половая распущенность, аборты, инфекции, передающиеся половым путем.